Привет, друзья! На связи канал «За нами уже выехали». Сегодня будет больше новостной выпуск, но с кое-какими все-таки комментариями. Во-первых, общереспубликанский карантин в Казахстане будет продлен еще на две недели. Вот об этом вчера Вуся в Твиттере написал Касым Жмартакаев. Там еще он сказал, что нуждающимся за июль все-таки будут выплачены 42 500 тенге. Об этом сейчас будет подробнее. Поехали! Ну, сначала очень коротко и важно. Компания ABLE от Академии современных профессий 17 июля, вот уже через три дня, начинает бесплатный трехдневный образовательный онлайн-марафон погружения в современное сайтостроение через язык программирования Python. Здесь важно сказать, да, за три дня вас никто не сделает профессионалами, это невозможно в принципе. Зато за время марафона вы сможете познакомиться за займи программирования сайтов, вам доступно по-человечески, на примерах все расскажут и покажут. К концу марафона вы сможете написать свой первый простой код, ну и как минимум вы точно поймете, интересно ли вам эта сфера или нет. Сейчас, когда у нас как минимум ждет еще две недели карантина, когда многие вынужденно сидят без работы, это опять же возможность познакомиться с профессией, которая точно будет востребована и не так сильно зависит от внешних катаклизмов. Еще в конце марафона специалисты ABLE проведут онлайн-встречи с учениками, где еще расскажут про Data Science. Несколько раз я уже говорил, что эта профессия связана с наукой излечения ценной информации из огромного массива данных. Здесь же работа с искусственным интеллектом и многое другое. В рекламе, например, без специалистов по Data Science уже никуда. Ссылка на регистрацию на марафон от ABLE обязательно будет в описании. Итак, давайте с главного я несколько твитов Токаева приведу, а потом будут утренние комментарии от правительства. И так, что сказал вчера Тукаев. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели. Завтра правительственная комиссия примет решение. Карантин нужен для защиты здоровья граждан при условии соблюдения ими строгих мер самозащиты. Первые признаки стабилизации нужно закрепить. Эти две недели станут ключевыми. Правительство выплатит по 42 500 тенге за июль нуждающимся. Конец цитаты. Здесь коротко. О том, что карантин будут продлевать, это в принципе было понятно и до того, как карантин опять ввели. Об этом говорил Цой о необходимости именно четырехнедельного локдауна, ибо только он может помочь не до конца накрыться медным тазом в системе нашего здравоохранения. Вот по 42 500 это действительно новость для многих оказалась приятной. Буквально две недели назад министр труда и социальной защиты Казахстана Биржан Нурымбетов говорил, что выплаты не планируются, мол, это же не режим ЧП, а значит для выплат нет правовых оснований. Но вот видите, оказывается найти правовые основания для выплат при желании все-таки можно. Правда, пока ясности по механизму выплат денег в этот раз немного, вот о чем сегодня уже сказал премьер Мамин, процитирует тут спутник Ньюс. В связи с продлением карантина нуждающимся выплатят пособие по 42 500 тенге за один месяц. Выплаты будут осуществляться на основании заявок работодателей, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, чья деятельность была ограничена усилением карантинных мер. Конец цитаты. А вообще, конечно, было бы супер дождаться нам брифинга от того же самого министра труда и социальной защиты, потому что здесь нужны прям очень четкие, внятные и конкретные пояснения. Формулировка пока слишком размытая, а очевидно, что в категорию тех, кто точно получит деньги, должны попасть работники тех компаний и предприятий, что сейчас под запретом. Ну, те же фитнес-центры и салоны красоты. Правда, у нас еще с режима ЧП куча сообщений о том, что тем же парикмахерам далеко не всем выплачивали деньги за вынужденный простой, причем без объяснения причины. У нас тут вопрос, а тем, кто потерял работу из-за последствий коронавируса до июля, вот в июне, например, когда открылись далеко ведь не все точки общепита, многих сократили, вот этим сокращенным что-то будут платить? А как в этот раз будут с ИПшниками? Им будут что-то выплачивать? Не хочется, чтобы в этом для многих действительно важном вопросе повторилось хождение по мукам, как это было весной, через падающие сайты, ломающиеся боты в телеге, необоснованные отказы и так далее. Для этого нужен брифинг, а также публикация везде, где только можно, простой и четкой инструкции для людей, куда идти, какие документы предоставлять, когда ждать денег и так далее. А ждаем инфу, возможно, отдельный выпуск по этой теме придется посвятить. Немного еще о продлении карантина вообще, со следующего понедельника все будет плюс-минус так же, как сейчас. Из нового, вот по Алматы уже с сегодняшнего дня нельзя будет ездить в горы. Пешие велосипедные прогулки будут разрешены только в будние дни, но и то нельзя брать с собой продукты питания, развозить костры, пикники, в общем, устраивать нельзя. В выходные вообще горы будут под замком. Вот из нового еще сегодня было внесено предложение по школам. Во время первой четверти будут продолжены обучения онлайн. Исключения составят только отдельные сельские малокомпактные школы. Да и в этих школах тоже будут и от ограничений. Пока не будут этот вопрос углубляться, вот ждем пояснений, тоже об этом буду в отдельном выпуске говорить. А вот о чем хочется сказать сейчас. Вот вчера в Казахстане по указанию Токаева прошел общенациональный траур по погибшим от коронавируса. Я уже объяснял, почему мы считаем это мероприятие преждевременным, хотя потому что война с пандемией еще далека от завершения. Ну да не суть. Казалось бы, как можно облажаться в такой день? Вот оказывается, и это возможно. В ряде городов Казахстана был устроен флешмоб, в котором пригласили поучаствовать и врачей. Вот в Шимкенте, например, врачей вывели на улицу у дороги, где они провели минуту молчания. Аналогичные акции были не только в Шимкенте, в Атарау, например, врачи тоже выходили на улицу в 40-градусную жару. Эту акцию попытались даже объяснить. В интервью Трингри Ньюс президент Республиканского общественного объединения Национальной медицинской ассоциации Айжан Садыкова сказала, что вышедшие на улицу медики по всей стране делали все это добровольно. Им предложили, и они согласились. Правда, эту информацию фактически опроверг заместитель Акима Туркестанской области Сакен Калкаманов. По его словам, врач областного туберкулезного диспансера в Шимкенте проявил ненужную инициативу. Цитата. «Считаю, что отрывать врачей от прямых обязанностей в то и сложное время, мягко говоря, преступное самоуправство. После разбирательства он будет привлечен к ответственности». Конец цитаты. Комментировать здесь особо и нечего. Бедные врачи не те, разумеется, кто из-под полы продает сейчас дефицитные лекарства, а те, кто честно работают и бьются за жизнь, и как были бесправными людьми, так и остаются. Вот сегодня Цой говорил о дефиците специалистов во многих регионах. Там студентов привлекают, в России просят людской помощи, но декорация наша все. Партия сказала, надо добровольно принудительно все бросить и выйти. И врачи пошли. Кстати, дефицита лекарств в аптеках нет, и все, кто говорят обратное, просто хайпажоры. Вот примерно так еще рассказал заместитель Акима Алматы Сапорбекту Игбаев. Не стоит из-за этого создавать ажиотаж. К сожалению, в соцсетях до сих пор есть определенные люди, которые хайпуют, честно говоря, из-за этого. Мы не ограничиваем поставку по нашим 10 социально значимым аптекам. Всем отпускаем. Мы готовы организовать содействие поставки в любое время. Конец цитаты. И эту цитату чиновника у себя в инсте прокомментировал журналист Вадим Борейко, который у себя на канале Гиперборея эту тему дефицита лекарств разбирал отдельно. Ссылку найдете в описании. Так вот, надеюсь, Вадим Николаевич на меня не обидится за цитату его инсты. Кого конкретно он имел в виду, заместитель Сагентаева сказать пожимжимничал. Наверное, все-таки намекал на группу Ялматинец, Айдара Яспаева, Саиду Толкелеву, которые провели рейд по лекарственным складам и аптекам показали изнутри вот этот коррупционный фармацевтический гадюшник. Саварбек Куракбаевич. Люди хайпуют не только в социальных сетях. Еще в многочасовых очередях у больших аптек. И в аптеках маленьких, где получают отрицательный ответ на вопрос «процетамол есть» Никак не могут сосредоточить хайпа и те, кому повезло попасть в модульную больницу, и те, кто сутками не может иззвониться до участкового или вызвать скорую. А также десятки тысяч граждан, отчаявшихся надеяться на помощь государству и перешедших на самолечение. На днях хайп с толпом стоял возле Калкаманского морга, где люди долгими часами не могли получить тела умерших близких. Конечно, ради урожая лайков, а ради чего же еще? Обитатели фейсбука пустят фотки родных, погибших от ковида. Господа языки маты, это ни одного Тойкбаева касается. Вы думаете, бросили на вентилятор модное словцо «они хайпуют» и с вас взятки гладки? Люди за последние три месяца резко поумнели, их на этой тухте не проведешь. Думаете, не видно, что были потрачены время и деньги после выхода из ЧП 11 мая? Не на борьбу с вирусом, а на бордюрное благоустройство. И не понимают, чем вызвано ваше неистребимое желание бесконечно благоустраивать. Конец цитаты. Жестко и справедливо. Вот еще один блогер Бибит Алибеков, который у себя в фабриках в Телеге, также публикует фотографии чередей в аптеках в ответ на заявление Тойкбаева о хайпе, опубликовал его личный телефон. Номер есть у него в Телеге, собственно, если еще не сменил, можно найти и напрямую поинтересоваться, почему нет процетамола в ближайшей к вам аптеке. По основным темам у меня сегодня все, но еще будет одна важная для нас новость. В своих выпусках мы часто говорим о том, что официальные статистики по коронавирусу от Минздрава есть вопросы. Они объективны. Вот как минимум в статистику по заболевшим до сих пор не включают те, кто слег с пневмонией, которая даже, по мнению ВОЗ, наверняка связана с коронавирусом. Наверное, когда-нибудь этот вопрос у нас в стране не решат, но почему важно публиковать именно прозрачные и честные данные? Потому что с пандемией, судя по опыту развитых стран, можно справиться только тогда, когда статистика будет настоящей. Все и люди, и органы будут лучше понимать масштаб проблемы. Принимать меры не косметически-декоративные, а настоящие, как в сфере здравоохранения, так и в сфере поддержки секторов экономики, например, дико страдающего сейчас малого и среднего бизнеса. По статистике по смертности от коронавируса такая же сейчас мутная ситуация. Вот на сегодняшний день официально погибли 396 человек. Что, на наш взгляд, расходится с реальной картиной. Как бы не было жестко, но количество свежих могил на кладбище говорят о других масштабах. В ETC наши коллеги из пяти редакций The Village, Власти, Радиозатык, Фактчека и Медиазона Центральная Азия запустили проект Умотпаки и Зет. Это сайт с альтернативной статистикой по погибшим от COVID-19. Мы совсем жапешевые и стыльки спекжок, также принимаем в нем участие информационно и физически. Будем на нем публиковать данные, вот как это работает. Если вы или ваши знакомые потеряли близких в этот период, не только тех, кому официально поставили диагноз COVID, но и тех, кто испытывал симптомы, свойственные этой болезни, вы можете прислать данные об этом человеке, и его имя войдет в альтернативную статистику. Умотпак в казахском переводится как «не забывай». Мы убеждены, что погибшие не должны быть забыты, и граждане должны знать реальное положение дел и численность имена погибших. Мы рассчитываем, что создание этого списка поможет понять масштаб эпидемии, через которую проходит Казахстан и все мы. Ссылку на Умотпак и Зет вы также найдете в описании. А сегодня у нас все. Подписывайтесь на знания «Живые» или на наши социальные сети. Всем спасибо. Всем пока.